Проблемам пешеход-водитель, велосипедист-водитель, велосипедист-пешеход добавилось новое, не менее актуальное. К ней относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, электроскутеры, гироскутеры, электровелосипеды, которые несут прямую опасность обычным пешеходам, а по дорогам запрещают передвигаться за кон. Некоторые из них разбивают скорость до 80 км в час, что вполне может стать причиной несчастного случая. Естественно, существуют велодорожки, по которым подобные средства передвижения также могут осуществлять проезд. Однако опасность все равно остается. Пока не вступили изменения в правила дорожного движения, однако уже в октябре месяце вступит законную силу, где уже будет официально утверждено само понятие средств персональной мобильности, а также правила участия их в дорожном движении. К таким правилам будет относиться ограничение максимальной скорости движения. Это 25 км в час. Также данные участники уже официально будут отнесены к таким участникам, как пешеходам. То есть в темное время суток они также должны будут обозначены световозвращающими элементами в обязательном порядке и двигаться при наличии по велосипедным дорожкам, тротуарным пешеходным дорожкам. Если же отсутствуют, то, как и пешеходы по краю проезжей части, в соответствии с правилами, предусмотренными для пешеходов. Введение таких правил – лишь вопрос времени, учитывая, что с начала текущего года на территории Брестской области с участием средств индивидуальной мобильности, в частности велосипедистов, совершено 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Половина аварий произошла по вине самих велосипедистов, а потому для любителей мобильного передвижения есть ряд правил. Велосипед должен быть оборудован специальными, вот как, например, у меня здесь имеется крепление для фонарика, сзади у меня имеется красный-красный фонарик, белого-белого света. Получается, светоотражающие элементы, как у меня здесь, имеются спереди, имеются сзади, если там где-то видно. И желательно, конечно же, оранжевая жилетка с фликерами, но она у меня с собой возится в рюкзаке, когда темно, я ее надеваю. Многие дети не соблюдают правила дорожного движения, могут выбежать на красный свет. И также, мне кажется, водители не всегда соблюдают правила дорожного движения. Некоторые выезжают на зеленый свет, либо превышают скорость. В будущем предполагается ограничить максимальную скорость на мобильных устройствах до 25 км в час. Но при этом лица, управляющие маломощной техникой, по-прежнему останутся в статусе пешеходов. А вот более мощные модели планируется разделить на две категории. С электродвигателем максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и не более 4 кВт с максимальной скоростью не более 50 км в час перевести в разряд мопедов. А модели с двигателем от 4 до 15 кВт в разряд мотоциклов.